У нас с вами секция «Актуальные вопросы. Развитие системы профилактики правонарушения несовершеннолетних в образовательной среде». Коллеги, тема очень большая, тема очень обширная. Здесь у нас сегодня собрались представители различных учреждений для того, чтобы показать, во-первых, тот опыт, который существует, который наработан, который можно и нужно транслировать в другие учреждения, применять его в той сфере деятельности, в которой мы все с вами будем и работаем. У нас будут затрагиваться в том числе вопросы концептуального характера, не просто методы, не просто технологии, которые используются. А мы сегодня попробуем рассмотреть вопросы концептуального характера, связанные с тем, какие возможно произвести изменения или дополнения, или корректировку в той большой масштабной системе профилактики, о которой мы с вами будем говорить. Безусловно, без внимания не останется обсуждения вопросов нормативного правового регулирования в этой сфере деятельности. Очевидно, что для того, чтобы не создавать хаоса в развитии той или иной системы, всегда должен существовать некий документ, который бы определял вектор этого развития. Для нас таким вектором стала концепция профилактики правонарушений несовершеннолетних, работа над которой еще не завершена, но тем не менее она уже сейчас подошла к такому состоянию, которое необходимо обсуждать непосредственно с людьми, которые находятся в работе с детишками, которые совершили какие-то правонарушения, которые требуют особого внимания с нашей стороны. Поэтому сейчас я предоставлю слово Пестовской Ирине Галентине, которая мне будет сегодня помогать вести нашу секцию. Но прежде чем она выйдет сюда с представлением данной концепции, буквально два слова о регламенте. Значит, коллеги, у нас с вами большое количество выступлений. Кроме выступлений нам нужно еще с вами обсудить проекты резолюции, которые у вас есть на столах, внести туда какие-то дополнения после всех обсуждений. Поэтому на обсуждение, на выступление 7-8 минут, спустя это время знакомый звон, толерантный звоночек, соответственно, после этого колокольчика у вас остается не более минуты для того, чтобы завершить свое выступление. Вынужден признать, что я буду не очень толерантен, и спустя минуту я буду прерывать, когда не ваше выступление. Поэтому за минуту вы сможете сориентироваться для того, чтобы гармонично, клонично все это закончить. И последнее у меня предложение для всех участников секции. Мы заслушиваем с вами все выступления, учитывая, что это выступления, касающиеся в целом всей системы профилактики. Делаем себе по метке вопросы, а в завершающей стадии, на этапе обсуждения проекта резолюции, мы обсуждаем все то, что мы услышали, в том числе и задаем вопросы, какие-то упочняющие, наводящие, делаем какие-то предложения и обсуждаем все то, что мы сегодня услышали. Если такой регламент принимается, принимается, коллеги? Да. Тогда приступаем к работе Ирины Валентиновны Пестовской. Итак, мы сегодня с вами начинаем нашу секцию именно с концепции развития системы профилактики правонарушений несовершеннолетних. Это не случайно. Наша, по сути дела, секция таким образом называется. И сегодня в этой аудитории собрались представители, которые являются непосредственно частью этой системы профилактики правонарушений несовершеннолетних. Непосредственно, потому что большая часть нашей секции состоит из представителей образовательных организаций для детей и подростков с девиантным поведением, которые расположены по всей России. Итак, в последние десятилетия обеспечению благополучного и безопасного детства уделяется достаточно большое внимание. Принят целый ряд федеральных документов, которые регулируют вопросы детства. В том числе в концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации в период до 2000 года, до 2020 года, концепции демографической политики Российской Федерации до 2025 года, государственной семейной политики. И вот сейчас стал вопрос о разработке концепции развития системы профилактики правонарушений, которая бы регулировала взаимодействие всех субъектов в вопросах развития данной системы. В последнее время, благодаря той работе, которая проводится образовательными организациями в молодежной среде и в сотрудничестве с социальными партнерами, снижается уровень случаев совершения обучающимися преступлений за 2014 год на 10,9%. Вы на слайде вот эти цифры видите. Но в то же время проблема профилактики правонарушений остается очень злободневной, поскольку следующие цифры, которые в следующих трех пунктах показаны, они говорят о том, что еще много вопросов не решены. Вы эти цифры видите на слайдах, я не буду повторять, но хочу только сказать, что отмечается, что в общей численности несовершеннолетних увеличилась доля малолетних правонарушителей. Поэтому вопрос как раз системы в том контексте, о котором мы говорим, он очень актуален. В этом году, 5 февраля, принят новый план по реализации дальнейших положений национальной стратегии. 60-м пунктом как раз и было поручение разработать концепцию развития системы профилактики. Мероприятие по разработке данной концепции организуется и проводится Министерством образования и науки Российской Федерации. Но в команду разработчиков вошли представители всех федеральных органов исполнительной власти. И представители СИН, и представители МВД, и представители Министерства здравоохранения, и других федеральных органов исполнительной власти, также представители Уполномоченного при Президенте по правам ребенка, представители Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. То есть команда разработчиков очень большая. И вопросы обсуждаются на рабочей группе, которая утверждена распоряжением зрителей Министра образования Российской Федерации. В чем же заключается суть этой концепции? Каковы основные направления, включенные в структуру концепции? Развитие эффективной модели системы профилактики правонарушений, совершенствование деятельности учреждений системы профилактики, совершение нормативного правового регулирования, важные направления — это информационно-методическое обеспечение системы и кадровое обеспечение системы. По каждому из этих направлений концепция развития системы профилактики содержит определенную информацию, которая предполагает действия, которые будут проводиться в развитии системы. Для разработки проекта концепции, конечно же, мы опирались на опыт регионов. И в январе этого года был направлен запрос в регионы, в котором просили представить наиболее конструктивные моменты, которые наработаны в регионах по профилактике правонарушений, по межведомственному взаимодействию, по реализации конкретных действий по профилактике правонарушений. В соответствии с этим запросом 75 регионов прислали свои материалы, причем материалы были очень обширные и наработок действительно очень много. Кроме этого, по развитию и совершенству нормативно-правовой основы и вы, уважаемые коллеги, многие из вас тоже присылали свои предложения, как сделать так, чтобы система профилактики стала еще более результативной и эффективной. И так, вот такие направления мы взяли за основу. Методологическая основа концепции — это федеральные государственные, конечно, стандарты. И концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина. Вот методологическая основа сформирована на базе двух этих ключевых документов с учетом, соответственно, тех, которые я уже называла. Почему? Потому что основная цель построения нашего взаимодействия — это совместное обеспечение таких условий, в которых будет происходить духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, в которых будет формироваться тот самый нравственный иммунитет ребенка, который позволит ему успешно социализироваться и регулировать свое поведение в сторону законопослушного, нормативного. Какова структура работы? Эффективная современная модель, она учитывает ту структуру, которая заложена в криминологии. Мы выделяем три основных этапа работы. Раннее предупреждение, непосредственное предупреждение и предупреждение рецидива. Но, конечно же, огромная роль в профилактике правонарушений отводится раннему предупреждению правонарушений. То есть создание такой социальной ситуации развития детей, в которой бы их поведение развивалось в отношении нормы. Это поддержка, прежде всего, семьи. Это, прежде всего, создание в образовательных организациях таких условий, чтобы ребенок изначально развивался в отношении нормы. Но не всегда случается таким образом, иногда происходит и по-другому. И тогда мы переходим на этап непосредственного предупреждения. Вот здесь я хочу как раз сказать о роли специальных учебно-воспитательных учреждений на этом этапе. Это образовательные организации, которые, по сути, выполняют запоздавок с точки зрения социума, но выполняют роль, которую должна была выполнять семья на раннем этапе. То есть это учреждения, которые создают основу для дальнейшей успешной социализации детей. И вот здесь я только останавливаюсь на тех моментах, которые будут важны нам для дальнейшего, для резолюции. Итак, сегодня мы находимся на таком этапе, когда специальные учебно-воспитательные учреждения нуждаются в обновлении нормативно-правовой основы деятельности. Вот сейчас уже задавали вопрос по 15-й статье. Идет работа по совершенствованию нормативно-правовой основы и научно-методической основы, что, впрочем, сейчас и происходит. Итак, в резолюцию я предлагаю внести следующие пункты по этому вопросу. Это, прежде всего, приведение в соответствие и учет тех положений, которые были в типовом положении. То есть, поскольку типового положения не будет, важно учесть и внести в современную нормативную основу эти положения. Второе. Проработать вопрос об изменении подхода к формированию контингента. На данный момент несовершеннолетние, совершившие тяжкие преступления, попадают в образовательные организации. Здесь, на наш взгляд, были такие предложения от учреждений. Все-таки важно, наверное, этот вопрос пересмотреть. Мы с вами это обсудим, когда будем обсуждать резолюцию. Ну и последний момент. Это создание интегрированного подхода к формированию контингента с учетом того, чтобы дети, которые не совершили общественно опасное деяние, но у них отмечается устойчивое противоправное проведение, тоже имели возможность на реабилитацию совместно с остальными. Итак, сейчас мы говорим о том, что эти учреждения нуждаются в обновлении нормативной основы. Подробнее обсудим, когда будем говорить о резолюции. Спасибо большое за внимание. Татьяна Викторовна-Загозкина, специалист бюджета образовательного учреждения для детей, назовяющихся психологом-педагогической и медико-социальной помощи в Вологодской области, областной церкви психолога-медико-социальной сопровождения. Психолога-педагогическое сопровождение несовершеннолетних участников в средственных действиях. Добрый день. Я представляю областную церкви психолога-медико-социальной совместной области Влада Вологды. Тема на самом деле сейчас актуальна. Так как проблема с пиртурой, с пиртурой, с пиртурой, с несовершеннолетним данные, была важна в современном обществе и в вопросах производства по уголовным делам отношений несовершеннолетних, уделяется много внимания. И это условно стремлением законодательства предоставить несовершеннолетним правонарушителям больше гарантий их прав и законных интересов, так как они являются особыми субъектами правонарушения всего своего возраста, индивидуальных особенностей, физиологических и других. Исходя из этого, именно участие психолога и обеспечивая эффективность проведения следственных действий. В настоящее время законодательно закреплена необходимость такого сопровождения в статье 42 Федерального законного образования, где конкретно обозначена, вот здесь выдержка из этого закона, что Центр психолого-медико-социального сопровождения оказывает помощь таким детям, в том числе несовершеннолетним обучающимся признанным в случае, в порядке которых предусмотрено уголовное процессорное законодательство подозреваемых, меняем или подсудимыми. Это новое для Центров ПП МСС, в течение буквально 2-го года такая работа в Центре Минюнсо. В рамках взаимодействия, в рамках этой темы, в наши Центры поступают следующие запросы. Это участие в проведении следственных действий, участие в допросах по уголовным делам. Вот этот запрос составляет примерно 90 пациентов от всех обращений. Сообщение информации по материалам дела, допустим, написать заключение на ребенка, составить характеристику несовершеннолетнего, и наступление психологов по актуальным темам на мероприятиях для следователей, именно в рамках психолого-эпидического сопровеждения по особенностям таких детей, и участие в различных акциях, проводимых правоохранительными органами, допустим, в нашем городе. Это традиционная акция «Горячая линия» полиции на срождественском фондовении. Но на практике буквально за эти 2 года сложили мы выявили целый ряд трудностей и проблем, как организационного, так и содержательного характера. Вот они здесь на слайде обозначены. Ну и самая главная сложность в работе это заключается не в своевременном обращении указанных структур к психологам, но, во-первых, наши специалисты работают в плановом решении, заняты другими видами деятельности, это не единственная убитку нашей работы. И не всегда мы можем возможность реагировать на срочные такие запросы, потому что бывают в 5 вечера звонок, через час допрос. И также специалист тоже работает в рамках рабочего времени, и уже здесь у руководителя возникает вопрос о участии специалистов за рамками рабочего времени. Вторая сложность связана с тем, что педагог-психолог может не знать суть рассматриваемого дела, то есть не достаточно информировать о материалах этого дела, и это усложняет, конечно, работу и не позволяет в полной мере выполнить функциональные обязанности, с чего бы хотелось таким образом защищать права ребенка в рамках этого вида деятельности. Так как психолог может быть незнаком с ребенком, чаще всего он так бывает незнаком, поэтому сложности установления длительного контакта, сэкспресс, оказания более эффективной помощи и взаимодействия, ребенок не воспринимает психолога как защитника своих прав и гарантий, и вот эта сложность установления контакта тоже наслежает эффективность специалистов. Специалист привлекается правоохранительными органами вот по нашему, по нашему, чаще всего как соблюдение положения уголовной процессуальной обходы, то есть формально специалистам для себя обозначили такую сложность. И одна из также важных проблем, которая у нас возникает, это отсутствие у специалиста необходимой квалификации. Если, конечно, это только формальное присутствие, специалисты участвуют, то есть он просто в запросах, там не требуется специальной подготовки. Но как только начинается непосредственная работа психолога с ребенком по естественным действиям, тут уже необходимо более глубокие знания и по нормализации психоананциального состояния, и может даже оказать экстренную психологическую помощь, работать с клиентом в рамках просто травматического стрессового расстройства и так далее. А представители правоохранительных органов, они чаще всего стоят просто со соблюдением срока и процедуры расследования этого дела, где, естественно, основной задачей у них является установление фактов происшествия, доказательства или проявлениями неподозреваемыми. То есть специалисту, так скажем, более глубоко с чувствами ребенка работать в его и в мире. Поэтому, на наш взгляд, существование данных проблем связано с тем, что в законодательстве также четкий статус у психологов не определен, и поэтому четкое понимание целей и задач педагоговыми психологами является одной из причин даже отрицательного отношения многих исследователей к этому участнику процесса, и, конечно, как следствие, пассивное поведение самого психолога в ходе этого следствия. Ну и опыт участия нашего центра в этой работе в психологическом средствах и следственных действий убеждает в том, что целью ровной задачи, полномочия психолога, следственных действий, понимают, что задача времени распрощатся, чаще всего как формальные требования законы. И поэтому везде необходимым фактором осуществления эффективной защиты прав ребенка все-таки являются источником сотрудничества участников как важнейшая гарантия прав. То есть над этим еще можно работать непосредственно со следователями и с целью того, чтобы это действительно было соблюдением гарантии прав ребенка. Если по рекламу не придется, пожалуйста, все. Более чем. Собуду педагога. Собуду педагога. Я не постесняюсь этого давать. Он, который пригласил. Величателен. Спасибо большое. Коллеги, подскажите, Дальмачева, здесь есть пультичный скирой? Нет. И добавила Ольга Афанасьевна, научный сотрудник Федерального государственного бюджетного научного учреждения, Центр исследования проблем воспитания, фонарования, здорового образа жизни, профилактики, дархомании, социально-педагогической поддержки детей и молодежи. Методические основы организации процессов реабилитации и ресоциализации несовершеннолетних условий социальных учреждений. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я заострю ваше внимание только на основных, с моей точки зрения, очень важных вопросах. Ну, несомненно, что профилактическая и реабилитационная работа с несовершеннолетними правонарушителями значительно отличается от такой же работы со взрослыми нарушителями законов. Поэтому и методологические основы организации процесса реабилитации несовершеннолетних должны очень хорошо пониматься и реализовываться на практике. Несомненно, что в основе реабилитационной работы с несовершеннолетними правонарушителями, важнейшим методологическим основанием является системный подход. Именно системный подход, дающий возможность анализировать и решать конкретные ситуации с учетом всех психологических, социально-экономических, правовых, экологических факторов, позволит по-новому подойти к реализации системы о финанских правонарушения несовершеннолетних. Я не буду останавливаться на всех методологических принципах. Они вам как всем хорошо знакомы. Сконцентрирую внимание на самом главном в работе с данной взрослой категорией. Это учет взрослых особенностей воспитанников при построении системы реабилитации несовершеннолетних правонарушителей. Ну, во-первых, кто такие воспитанники? Я буду конкретно говорить о воспитании кислородов. Во-первых, кто такие воспитанники кислородов? Это девятные, иначе говоря, трудные попростки. Мы пытаемся с ними справиться различными, как нам кажется, правильными схемами поведения с ними, норовоучениями. Мы пытаемся помочь им, если нуждаются в медицинской помощи, подлечить, если есть какие-то разговоры, диспункции и так далее. Но очень часто все наши усилия при этом оканчиваются ничем. А все дело в том, что мы очень часто не подходим к понятию трудного подростка, девятного подростка, как к целостной личности. Пытаемся ответить на вопрос, что является причиной такого поведения. Но так как выбираем не совсем подходящие методологические подходы, мы на этот вопрос ответить, к сожалению, не можем. Трудности испытывают все подростки. Подростковый возраст вообще сам по себе трудный. Но трудности нормативные, они отличают, свойственные всем обычным подросткам. Они отличаются от дезидактивных трудностей, свойственных девятным подросткам. В чем разница? Вы это тоже хорошо понимаете. Нормативные трудности способствуют развитию определенных психологических новообразований, как говорят в психологии. А вот дезидактивные трудности, они наоборот способствуют декадации, если можно так сказать, личности, но ни в коем случае не способствуют социализации подростка и развитию и приобретению тех необходимых психологических ресурсов, которые он должен приобрести в данном возрастном периоде. Поэтому при работе с девятными подростками необходим учет всех сфер личности трудного подростка и особенности интеллектуального развития, особенности отношений с окружающими людьми, особенности представления о себе, о самооценке, особенности темперамента, особенности нравственной позиции, особенности психологической защиты и так далее. Ну это во-первых. А во-вторых, что такое реабилитация? Если расшифровать латинский термин реабилитация, то это значит восстановление, возвращение утраченного, да? Но в отношении девятных подростков сложно говорить о возвращении того, чего не было. Не было сформировано в достаточной степени социализация, может быть, она совсем не сформирована, не были сформированы психологические новообразования, необходимые для адекватной адаптации в окружающей среде. Поэтому, с моей точки зрения, мне кажется, в терминологии уместен был бы термин к такой категории воспитанников, с первого воспитания, потому что должное воспитание, с учетом их индивидуальных социальных ситуаций развития, должное воспитание, с психологической точки зрения, они не получили. Что значит должное воспитание? Это не только принятие тех норм, которые требует, привиляет к ним общество, а это те психологические ресурсы, которые вырабатываются на определенной стадии возрастного развития. Младший возраст, дошкольный возраст, младший подростковый, старший подростковый и так далее. Я вам сейчас продемонстрирую некоторые данные исследования, касающиеся ценностных ориентаций. Почему я остановлюсь за ними менее времени только на ценностной моральной сфере подростков? Потому что именно она определяет жизненную позицию подростка, определяет выбор его стратегий жизненных, поведение, ну и так далее. Вот познакомлю вас с некоторыми результатами нашего исследования, чтобы вы более полно представляли и понимали необходимость именно данного подхода, возрастно-технологического подхода в работе с данной категорией воспитания. Вот на этой диаграмме, на первой диаграмме, посмотрите, пожалуйста, сравнение ценностной ориентации обучения и девятого подростка. Это вся выборка в целом от 13 лет до 16 лет. То есть здесь и младший, и не младший, а если мы говорим о школьниках, это восьмой, двадцатый, десятый класс, мы сравниваем, это 13-14 лет и 15-16 лет. Ну, на первый взгляд, вы посмотрите, если оценки определенных ценностей сравнивать, то у девятых подростков они даже выше, и можно сказать, что они гораздо благополучнее. Ну, если мы посмотрим, расшифруем эти шкалы ценностей, то мы посмотрим, что это не совсем нехорошо, потому что отделиантные подростки значимо выше, чем обычные. Вот то, что везде немножечко в диаграмме превышает, это допустимое отклонение, так не допустимо от статистической нормы, а нам интересны значимые различия. Так вот, по значимым различиям девятые подростки значимо выше обычных оценят такие ценности, как традиции, возбуждение, гидализм, достижение, безопасность. Посмотрим дальше. Ну, это мы брали сугубо. И вот посмотрите, насколько явная разница, если мы берем для подросткового возраста даже один-два года. Один-два года имеет большое значение. Вот посмотрите, восьмые классы, если мы берем 13-14 лет, здесь значимые различия только лишь по традициям и достижениям. Если мы на это не обращаем внимания в этом возрасте, то и к десятилетнему возрасту мы уже получаем более значимые различия. Это комфортность, традиция, доброта, универсализм, возбуждение, гидализм, достижение и безопасность. Что здесь плохого в таких различиях? Что здесь остается ценность гидализма и возбуждения, несвойственные данному возрасту. Если они недостаточно проявились в восьмом классе, то есть в 13-14 лет, то в 15-16 лет ценность на моральную инструкцию личности не должно быть таких ценностей, превалирующих ценностей, как гидализм и возбуждение. А почему это очень важно? Потому что если мы этот момент упуткаем, что такое гидализм? Это стремление к возлаждению, к чувственному удовольствию, и возбуждение, это получение стимуляции какой-то нелизм, то есть поиск чего-то нового. Но если это новое направлено только лишь на получение удовольствия, то мы получаем такие ситуации, когда вам история эта, наверное, последняя известна, когда 15-16-летние погрузки закопали в песок мальчика, прыгали и получали от этого удовольствие. Вот башки на днях. Вчера это произошло. И если вы их спросите, для чего они это делали, объяснить они этого не смогут. Потому что ценностные структуры, ориентировка в моральных дилеммах у них не сформирована. И был упущен вот этот момент от 8 до 10 класса, то есть от 14 до 16 лет, когда эти ценности являются ведущими и мотивирующими их поведение. Но я это могу еще дальше продолжать, но я думаю, что вот эти приведенные примеры, они наглядно показывают необходимость учета именно взрослых особенностей в воспитательной работе, я бы так сказала, с подкрытой инфраструктурой. Спасибо. Благодарю, пожалуйста. С этими материалами исследования, где будут ознакомиться более подробно участники секции и не только? Они будут такого, как у нас вашего разрешения. Просто мы еще не успеем их. Коллеги, ни для кого не секрет, что в общем-то все, что касается работы с детьми, совершенно редкими, которые требуют себе особого внимания, по своей идеологии должны зарождаться специализированные учреждения. В данном случае речь, конечно же, идет о специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого и открытого типа. И Менщикова Датьяна Николаевна открывает целый цикл представления, опыта работы специальных учебно-воспитательных учреждений. Это директор Куртамурского специально-профессионального училища номер один закрытого типа. Использование праздников деятельности в реабилитации и ресоциализации несовершеннолетних. Добрый день, уважаемые коллеги. Приятно выступать с одной стороны после научной базы, которую уже преподнесли и сказали о том, что у нас должен быть комплексный подход. Напомнили нам, что такое реабилитация, но я начну с того, что все-таки чаще всего мы сталкиваемся с процессом ресоциализации. Когда ребенок, имеющий накопленный отрицательный опыт в жизни, поступает к нам, мы меняем полностью модель его поведения. В этом процессе переживают подростки резкий разрыв со своим прошлым, а также чувствуют необходимость изучать и подвергаться воздействию ценностей, радикально отличавшихся от сложившихся до этого. Сейчас только передо мной выступающая говорила о том, что все-таки у детей сильна традиция возбуждения, да, у наших подростков. Но я бы сказала, что все вы знаете результаты психологических исследований наших психологов, что не только возбуждение, но и агрессия, по-моему, превышает норму в 2-3 раза. И поэтому, когда мы вовлекаем ребенка в наш учебно-воспитательный процесс, и на него комплексно воздействуют, мы стараемся искать новые подходы, пути, методы и технологии. Работая с новыми педагогическими технологиями, мы начали все с вами ее в 2008-2009 году, проучили наших коллег, мы стараемся найти именно те технологии, которые позволяют нам именно ресоциализировать подростка. Я бы сегодня хотела остановиться на методе проекта, потому как наше время очень ограничил Павел Викторович, поэтому теоретическую часть можно я сразу буду опускать. Все вы знакомы с этой методикой, все вы знакомы в том числе и с видами, типами проектов, с чем связан метод проектов, он связан именно с личностно-ориентированным подходом. И я остановлюсь на том, что мы используем и как мы используем свои деятельности. Вот по типологии проектов их очень много, разные авторы по-разному типы проектов распределяют. Мы остановимся на палате, это практико-ориентированные информационные, творческие, ролевые, исследовательские проекты. По комплексности они бывают много, межпредметные проекты, по типу координации, проект с открытой координацией, со скрытой координацией, по характеру внутришкольный, внутриклассный, региональный и международный проект. Количество участников проекта, оно тоже бывает разное, индивидуальное, парное, групповое. Чаще всего мы все эти виды проектов используем в своей деятельности. И продолжительность проектов бывает. Кладкосрочные 1-5 уроков, среднесрочные 1-3 месяц и долгосрочные проекты. Но в разных методах как разное. Они определяют ли как до года, другие от года до 3-х лет. На этапах проведения проекта я останавливаться не буду. Я начну с того, что мы используем в своей работе последние 3 года. То есть мы реализовали 2 долгосрочных проекта в рамках регионального проекта «Завтра начинается сегодня», который финансировал фонд поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Это социальные проекты «Дом на полпути» и «Социальный рюкзачок». Целью проекта «Дом на полпути» — это создание условий для социальной адаптации выпускниц после выпуска из училища. Задача мы — обеспечить подготовку к самостоятельной жизни, повысить информированность и правовую грамотность, осуществлять постоянный мониторинг подготовки воспитанниц к самостоятельной жизни и обеспечить выпускнику психологическую, социальную и другие виды социальной адаптации, и реализовать новые технологии. Для реализации проекта «Дом на полпути» мы организовали квартиру, где есть спальня, гостиная и помня. За месяц до выпуска воспитанницы помещаются в эту квартиру, ведут самостоятельный образ жизни. Минимальный контроль. Насначаются ответственные воспитатели, либо социальный педагог, которые контролируют детей в этой квартире. Они сами полностью уже соблюдают распорядок дня, сами поднимаются, приходят на зарядку, иногда не приходят на зарядку, иногда бегом бегут в столовую, потому что время уже поджимает на них в распаде. И мы все это в программе и журнале отмечаем, какие у детей сформированы уже самостоятельные навыки, какие еще нужно сформировать. В результате двух недель проживания в квартире мы собираемся в психолого-медико-педагогической комиссии, обсуждаем, в дальнейшем есть смысл оставлять ребенка, либо вернуть его обратно в общежитие, потому что он у нас еще не умеет самостоятельно организовать. Больше всего проблем – это организация своего свободного времени. Потому как ребенок посещает учебное занятие, посещает внеклассную работу, все, все кружки, но свободное время чаще всего проводим за чем? За компьютером и телевизором. В результате реализации этого проекта в уме на полпути у нас за три года проживало 29 выпускниц. Реабилитация прошла успешно, они получили домой, продолжают обучение, как говорят, анкетирование, в основном обучаются в профессиональных организациях. Это техникум и колледж. И еще один проект здесь реализованный – это социальный рюкзачок, то есть все выпускницы нашего учреждения получали через фонд помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, социальный рюкзачок. Наполняемость его от санитарно-неогенических до вещей, то есть стоимость, например, 30 тысяч рублей, каждая выпускница такой рюкзачок получила себе. В дальнейшем, потому что мы с вами понимаем, дети очень часто прибывают из малообеспеченных и неблагополучных семей. Для того, чтобы ребенок начал дальнейшую успешную адаптацию, по крайней мере, на год у него должны быть вещи, необходимые ему в жизни. Поэтому мы очень благодарны фонду поддержки детей, оказавшись в трудной жизненной ситуации, потому что ежегодно финансировался этот проект в размере 712 тысяч рублей. Другие социальные проекты, которые реализовывались в этом учебном году, это долгосрочный проект в течение учебного года, шел «Народные промыслы России», когда все учащиеся разбились на группы, изучали разные промыслы, которые у нас есть в России. Образовательный проект «Академия малых наук». От экологии природы к экологии души. В прошлом году летом мы реализовывали такой проект экологической направленности, изучали природу нашего края, родники нашего края, делали анализ воды и так далее, и тому подобное. Разные группы у нас созданы. Интересный информационный проект в этом году у нас был «Я, подросток». Есть профессия у елки, практический проект «Тепло твоей игрушки», когда мы сами делали игрушки, подарили эти игрушки в детский сад. Памятники культуры за Уралья, воспитываем на сказках Андерсона. Защита поступка. Тоже очень интересный информационный проект был, когда группы детей выбирали поступок того или иного героя, известного из информации СМИ в нашей стране, и защищали этот поступок. И еще бы хотела рассказать о проекте, к сожалению, слайд не сделала. У нас в третий год реализуется проект, называется «Старый киносеанс». Все вы знаете, что Министерство образования и науки утвердило 100 фильмов, рекомендованных для показа подросткам. Мы взяли этот список, и, используя синемо-технологии, каждое воскресенье у нас проходит вот этот проект «Старый киносеанс». Дети, прежде чем посмотреть фильм «Воспитание», он делает анонс, ставит перед ними вопросы, задачи. Мы фильм просматриваем, обсуждаем, и это все влияет положительно на воспитание наших детей. Спасибо за внимание. У меня все. Спасибо, Татьяна Николаевна. Удома Алексей Владимирович. Преектор «Ефтьество» в специальном профессиональном учреждении «Старый киносеанс» и «Старый киносеанс». Социальное партнерство, как факт, что желательно статистическое поведение в совершеннолетних условиях специального учреждения. Тема очень важная, тема очень интересная, тема, на мой взгляд, тема крайне актуальная. В работе органов вообще в целом учреждения системы профилактики. Добрый день, дорогие коллеги, рад вас всех видеть. Мы так редко встречаемся. Мы, надеюсь, будем тебя почаще встречаться. Надежда, мы не свердили. Тема моя «Социальное партнерство», как и с разрешением проблем профилактики 9-го проведения в совершеннолетних условиях специального учебного воспитательного учреждения. Важным условием результативности деятельности учреждения является построение взаимодействия с социумом для решения задач для социализации воспитания. С этой целью выстраивается технология социального партнерства. Социальное партнерство – это особый тип совместной деятельности, характеризующийся общими целями и ценностями, добровольностью, долговременностью отношения, а также признание взаимоответственности сторон за результаты их сотрудничества. Можно выделить четыре основных уровня становления социального партнерства. Это информационный уровень, взаимодействие информации, выяснение стратегии и тактики совместной деятельности, формальное оформление договоренностей. И второе – это организационно-методический уровень, согласование планов, мероприятий и сроков деятельности, сверхсовместной деятельности, способов определения результатов. Уровень взаимодействия и сотрудничества – это конкретная совместная деятельность, построенная на согласованной ранее долгосрочной программе. И последний уровень оценки деятельности и построения перспектив дальнейшего развития сотрудничества, подведения итогов в социальное партнерство, обобщения результатов, постановка новых целей и задачи. С целью осуществления эффективного взаимодействия по вопросам профилактики и влиятельного поведения в учреждениях ежегодно разрабатывается план совместной профилактической работы, который согласовывается с субъектами профилактики безнадзорности и правонарушения совершеннолетних по месту дохождения учреждения. Ее эффективно реализуются в рамках комплексной программы профилактической работы действующих учреждений. Учреждениям налажено также социальное партнерство через договоры социального партнерства. В рамках данного взаимодействия также решаются вопросы помощи, поддержки, соучастие мероприятий различного характера, направленных на осуществление профилактической работы. В настоящее время в структуре социального партнерства наиболее активная совместная деятельность осуществляется с учреждениями, которые я не будущее зачитывать в связи с жадостью нашего выступления. Вы все здесь увидите. Для воспитания прибывших из отдаленных территорий в настоящее время имеется возможность общения с родными и близкими в реальном времени. С декабря 2013 года в учреждении осуществляется социальное партнерство с применением новой технологии взаимодействия в лайн-свидании. Применение данной технологии способствует снижению риска самовольных уходов, также поддержание, а в случае необходимости и коллекции детско-родительских отношений, помогает специалистам выстраивать межличностные отношения с семьей воспитанника и в ходе онлайн-диалог у специалистов учреждений имеется возможность в реальном времени выявить проблемные зоны семьи, также своевременно находить поэтапные пути их решения, инициировать оказание социальной помощи и поддержки семьи воспитанников, влиять на улучшение социальной среды по месту жительства. Вместе с тем у воспитанников имеется возможность систематической связи с родителями, у родителей есть возможность активно участвовать в воспитательном процессе, а у педагогов возможность привлечения родителей в цель установления с ними более тесного контакта для решения вопросов дальнейшего жизненного исключения, связанного с обучением и трудоустройством воспитанников и выпускников по месту жительства при поддержке и сопровождении их субъектами системы профилактики и правонарушения. Если в 2013 году эффективность активного взаимодействия в среднем составляла 10-12% всех территорий, то в 2014 году за счет внедрения новой технологии взаимодействия произошел рост эффективности до 45%, а в нынешнем 2015 году данная технология охвачена уже более 60% территории. Это также перечислено Московская область, Хабаровский край, Павловск, Камчатка и многие-многие другие. И надо отметить, что на связь выходят не только родители-воспитники и представители государственных органов профилактики, но и педагоги детских домов, откуда прибыли воспитники, представители, уполномоченных по правам ребенка и представители общественной организации. Если же мы не можем выйти с родителями на связь, мы обращаемся к уполномоченным по правам ребенка на данной территории, которые нам очень оказывают большую помощь, находят, привлекают родителей для связи, и ребенок, и воспитатели спокойно общаются. Применение педагогами учреждения данной технологии взаимодействия с территориями способствуют улучшению психоэмоционального состояния воспитанников. Они ощущают заботу родителей о себе, несмотря на проживание вне семьи. У воспитанников повышается чувство уверенности в своем настоящем и будущем. Он нужен своей семье. У специалистов учреждения при этом имеется реальная возможность оказать консультативную помощь родителям, осуществлять их психологическое просвещение по вопросам воспитания своих детей и корректировать детско-родительские отношения. Результатом применения в деятельности учреждения технологии взаимодействия на свидание можно признать обеспечение возможностей выстраивать каждому воспитаннику и индивидуальную траекторию социальной адаптации после выпуска из учреждения. Вместе с тем следует признать результатом применения данной технологии и такую форму робота, как участие воспитанника в заседании суда, не выезжая за пределы учреждения. Что мы с вами прекрасно знаем. Это одна из проблем. Когда не успеет ребенка к нам привезти, через неделю нам начинают присылать повестки о том, что ребенок нужно привезти туда и сюда. Поэтому данная технология очень помогает решить эту проблему. Таким образом, используя новую технологию взаимодействия онлайн-свиданий, мы увидели в том, что социальное партнерство в решении проблем профилактики девиантного поведения воспитанников является одним из важнейших ресурсов взаимодействия учреждения с субъектами системы профилактики правонарушений и совершеннолетних, общественными организациями, государственными и местными территориальными органами власти. Преимущество новой технологии в современных условиях деятельности учреждения при этом заключается в том, что данный ресурс взаимодействия способствует максимальному возможному согласованию и реализации интересов всех участников процесса профилактики девиантного поведения подростков. И поэтому является одним из приоритетных направлений в деятельность по укреплению и развитию социального партнерства в целом. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Правильно ли я поняла, что 10 минут превратились в 8 минут? Правильно ли я поняла. Эти 8 минут я хотела поделить ровно пополам. Я бы позвонили за мной через 4 минут. Правильно ли мы так договорились? Специфика работы на райисовом статистическом учреждении, которая знакома, и мы о ней договорили. И тратить время я на ней не буду. Мы выбрали эту модель. В январе этого года мы ответили 7 лет реализации программы военно-периодического испытания кадетского образования. 1 июля в 11 часов мы открываем, начинаем день открытых дверей. Я приглашаю всех, кому интересно, руководителей посетить учреждение, потому что именно в этот день 8 команд впервые протанут на военно-булевых сборах. Это команда наших учреждений. Появим 1 числа в 11 часов. Дерево-райска учреждения распахивается. И все, что я сегодня не скажу, вы сможете это увидеть. Будьте добры. Тогда тезисно. Раз всего 4 минуты на вермальные вещи. Тезисно. За 7 лет задачи менялись согласно приоритетам. И если первая задача первого года была выдана, первая вы ее прочитали, я на ней не останавливаюсь. Она остается по сегодняшний день, но она сместилась сейчас, потому что результативность программы, вовлеченность в ее компоненты, в ее реализации, сегодня сдвинули эту задачу, но она осталась повторяясь, особенно для многих бывших, переведенных в любую категорию детей. Так, переставим. Переставим. Вот и это. Мне вот сегодня коллега по психологическим поисследованию выступала, мне так все это близко показалось. Вот точно, значит, вот как будто вы описали так, как нам надо работать. Итак, первый тезис. Задачи за 7 лет меняются, исходя из специфики, результативности и моделей поведения детей. Следующий. Следующий тезис. Давайте будем все выходить по щелчку, а мы будем смотреть. Когда говорим о кадетском воспитании и военно-патриотическом образовании, имеем в виду не отдельно взятые воспитательные мероприятия, отдельно купленная форма или песни под гитару военные. Мы имеем в виду среду программную. В среде образовательной, вот то, что мы хотим показать вам первого числа, кадровой, материальная база, воспитательный процесс, здесь остановлюсь только на двух моментах. Ну, социально-таку, что вы сами понимаете, в свете программы определенные, в домообразовании и в постнотенантном заположении. Требования в домообразованию, то есть в домообразовании как объединение имеет право существовать в полгода. Если в полгода нет траектории развития этого домообразования, значит, кружок не имеет право существовать. Поэтому, если это вокал, значит, это все конкурсы республиканского федерального уровня. Если это поисковики, то это программа только федерального уровня. Ну и, в общем, движемся вот в этой стороне. И вот сегодня я в домообразованию вернусь через 4 минуты. А сейчас вот скажу по постинтернатному сопровождению. У нашего коллектива нагрузка выросла в разы, потому что реализация программы на ее результат при нахождении ребенка 2-3 года училища составляет где-то процентов 40. Все остальные 60% это его устройство за полгода и его сопровождение 3-4, а то иногда и 5 лет, а не 23 года. Они только возвращаются по контракту. Поэтому военкомат это новый наш партнер. Мы своему выпускнику вот в чемоданчик, в рюкзачок социальный, кроме диплома, кроме аттестата о получении профессии, кладем еще программу до призывной подготовки. И его военком, он еще не успел доехать, в военкомате в районе служительства лежит его листок. Он прошел все в КМБ полностью. Он готов, его принимают в Барнию. Если это ребенок среднего возраста, на территории обязательно, эта задача спецчасти, она ищет прозвольное учебное заведение. Мы практически все знаем в России. У нас 28 территорий Российской Федерации. Все суворовские, хозетские, прозвольные учреждения в этих территориях мы знаем. Туда мы уставаем, в края ребенка, если у него не знают о желании. Сложнее бывает теми, кто уезжает в сельскую местность. Но об этом, наверное, первое число. Четыре минуты прошло, да? Спасибо. И вот про результативность хочу сказать. Мы взяли 5 лет реализации программы, потому что 2 года это все-таки подготовительный этап. Сегодня 22,5% наших выпускников за 5 лет, я считаю, что это нормальный процент, почти одна четвертая часть, прошли службу в ОРМИ и подписали их контракт. Пока 6 выпускников продолжают обучение в профессиональных учреждениях, как высшего, как военная академия, так как детские корпуса, словские училища и так далее. Ну и рецидив, если в среднем выпускают в год 37-42 ребенка, от 2 до 4 рецидив. Хотя мы сегодня все время с нашим научным руководителем, и он меня, доктор наук, он убеждает меня, что мы не несем ответственность за рецидив, но мы все как-то считаем, что это тоже показатель нашей работы. Ну и вот переходя сейчас к следующим последним моим четырехминутам, я отдам образование. Мы открыли 2-3 года назад киностудию, малыши создают свой журнал «Леш», ВКонтакте смотрите, там уже 9-10 выпусков есть. Старшие ребята вместе, то есть все, что вы сейчас увидите, это чисто дети, чисто сотрудники нашей учреждения, все места, в которых снят фильм, я вам нарезку привезла из последнего художественного фильма. При вас есть приказ, он тоже в ВКонтакте есть, можно посмотреть. Нам выделила прокуратура города Казани включение как киностудию, то есть вам учили, старших воспитателей, запутали техникум. И чтобы разнообразить наши сегодняшние встречи, я вам 4 минуты нарезки из этого фильма, пусть наивного, по-новому детский фильм, скажи за партю. Все, пацаны, только к вам, я к другому. Да что у меня байки бухрают постоянно, за мой некий долг, даже не отчаяк. Да у меня отец богатый, думаю, что я в нем. Но я решил доказать, что это не так, но отварный день пошел. Просто хоть родители есть, бедный детокуски. А я фролок. Да это я. Чем обязан, товарищ полковник? Я свой долг родине отдал. Родина в опасности, майор. Нам нужна одна помощь. В общем, буду краток, майор. На Кавказе разобновили свою активность бомбы. Надо найти нашу команду и вернуть ее. Это не учебная, а боевая тревога. Наша группа отправляется на северный Кавказ. Звук. Звук. Я прошну командир файор Кролок и Сержам Гордулин. Нам предстоит с вами нелегкая подготовка, на которую команды нам дадут 90 суток для реквидации боевого на северном Кавказе. Задача сложная, но наполнимая. Засекли бомбы Джабраэлла, поэтому получаю оружие и припасы, устаряжение, вечером и вернусь. Но полковник не готов, еще молодых не прошли. Я бы не берег, не края. Там пропала группа. Что я скажу матерям, семьям, если не вернемся? Приказ есть приказ, майор. Выполняйте. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Обучение включает в себя базовое инновативное содержание и углубленное изучение разделов технологий осуществляется в рамках часов вариативной части учебного плана. Рабочая программа у нас составляет 510 часов, дополнительно 240 часов реализуется в рамках допроса образования. Мы используем рабочую программу, составленную на основе программы «Симоненко», это технология, обслуживающая в 2008 год. Обратите внимание на тематический план по предмету. Он у нас включает в себя различные виды практической деятельности. Многие люди очень любят что-нибудь изготавливать своими руками. А надо сказать, что изделия у них получаются аккуратные, красивые и очень настроенные модели. Значит, объединение топ-образования у нас называется «Город мастеров» и училище функционирует несколько таких объединений в топ-образовании по направлению декоративно-купированного творчества. Главная цель наших уроков по технологии и объединениям по интересам – заложить основы подготовки учащихся в трудовой деятельности, увидеть, понять индивидуальность каждого ребенка, оборотить его творческое воображение, привить любовь к труду и способствовать приобретению необходимого социального опыта. Это достигается путем обучения, знакомства и обучения учащихся различным видом декоративно-прикладного творчества и традициям русского народа. И, конечно же, учащиеся видят перед собой конечный результат, вещь, которую они могут использовать в быту, которую они сделали своими руками, вложили в нее свою душу. Создание прекрасного своими руками, возвеличивая наших детей в собственных глазах, воспитывать их нравственно. Когда ребенок творит, а значит думает, он может прийти к мастерству. Ну и уверенно, мастерство формируется и закрепляется в рамках конкурсов, в которых активно участвуют наши дети. И становятся призерами, победителями городских, районных, межрегиональных, областных выставок, ярмарков и конкурсов декоративно-прикладного творчества. И хочу сказать, у нас даже уже есть своя палатка, которая называется Росковское спецучилище, которое мы выставляем на все ярмарки и конкурсы, которые проходят на территорию нашего региона. Подростки вместе с педагогами проводят мастер-классы в рамках районных праздников. Ну и в мае 2015 года у нас в училище прошел конкурс социальных проектов, в котором приняли участие все педагоги и сотрудники с детьми и подготовили семь социальных проектов. Одним из лучших признан проект «Давайте делать добрые дела», в рамках которых воспитанники взялись шествами от Центра социального услуживания населения, детским садом, помогая благоустраивать территории, выезжая с концертами и, конечно же, в рамках всей детьми предприятия дарят свои поделки. Углубленное изучение предмета технологий является основой и связующим звеном к получению будущей профессии. С 14 лет учащиеся в нашем училище обучаются по программам профессионального обучения. По следующим специальностям в токаре, слесаре механо-сболочных работ, мастера отделочных строительных работ, маляра строительного штукатура, столяра строительного, изготовителя художественных изделий из дерева и кодово-щеротика. При сроке обучения 1 год учащиеся получают 2-3 рабочие разряды, знания получены на уроках теоретических дисциплин. Кстати, и эти знания вы теперь тоже знаете, столкнулись уже все, кто работал в спецучреждениях. Значит, добываются в деятельности при осуществлении практико-ориентированного подхода. Вы знаете, что по требованию футболос, это не менее 70% учебного времени, ребята закрепляют на уроках производственного обучения. В процессе совершенствования умений и навыков, приобретения опыта, практической деятельности во время производственной практики учащиеся изготавливают востребованную продукцию. Это табуреты, ручки к молоткам, топорища, пацатижные молотки, резные изделия из дерева и настольно-сболильные скобки 2М112 и много-много другое. Это то, что мы выставляем на ярмарках, то, что мы продаем. Это наш не бюджет. Ну, а сделать так, чтобы территория училища утопала в зернице, так, чтобы на столе были всегда свежие зелень и овощи, ну, это уже непростая задача удовольствия. Воспитанники, прибывшие в училище на срок более двух лет, имеют возможность получить вторую специальность по выгоду. В 2012 году училище прошло лицензирование на обучение подростков по программам среднего профессионального образования по специальностям. Мастер столярно-плотничьих и паркетных работ и слеза. В учреждении для этих целей оборудованы 11 учебных мастерских. Производственную практику обучающие группы СПО по профессии слеза проходят на предприятиях города и большую часть училища. Ну и учитывая то, что ориентация человека на определенную профессию реализуется лишь в ходе собственного развития, поэтому профессиональное намерение соответствующим интересам и склонностям личности мы формируем через реализацию программы по профессиональному самоопределению, как стать успешным. Ну и благодаря нашей такой кропотливой деятельности в этом направлении уже в течение многих лет мы, конечно же, достигли результата. Деятельность для воспитанников становится привычной, полезной и необходимой, что способствует формированию творческой, инициативной и предприимчивой личности, подготовленной самостоятельной культурой деятельности. Спасибо. Очень красиво. Алексей Николаевич, директор СПО училища агрегатургии в городе Алтанске. Ресурсы технологии позитивного подкрепления светофор, формирования основ надзориного поведения несовершеннолетних. Уважаемые коллеги, тема, освещаемая нового вопроса, ресурсы технологии позитивного подкрепления светофор, формирования слов надзориного поведения несовершеннолетних. Всех присутствующих интересует вопрос организации такой работы на противопоказательном поведении, который дает долговременные положительные результаты. Добро уже сказано про профессиональную трудовую реабилитацию, реабилитацию средствами военно-патриотического воспитания. Мы рассмотрим технологии формирования нормативного поведения, средствами позитивного подкрепления. Специальные учебно-воспитательные учреждения создаются для обучающихся с дериантом общественно-опасного поведения, нуждающихся в осудивных условиях воспитания, обучения и требующих специального педагогического подхода. Для реализации ключевой цели деятельности учреждения, формирования у воспитанников основ нормативного законопослушного поведения, нам важно создать такие условия, в которых было бы выгодно быть успешным. Когда активное участие детей в разнообразной конструктивной деятельности становится их внутренней потребностью, а не желанием педагогического коллектива. Когда развитие конструктивных ресурсов личностей воспитанников, отгребление положительных образов поведения помогает корректировать деструктивные моменты девиантного поведения. С этой целью в нашем училище разработано и активно используется на практике технологии светофор. Цель технологии светофор – формирование социально одобряемого поведения и развитие положительных личностных ресурсов воспитания. Основные задачи технологии светофора – стимулирование и активизацию воспитанников процессов воспитания и самоконтроля. Развитие мотивации на достижение положительных результатов в различных видах деятельности в основном училище. Умение самостоятельно планировать свою ближнюю и дальнюю перспективу. Формирование коллективной ответственности. Каково содержание технологии? В ее основе лежит положительное подкрепление. Один из следующих методов изменения поведения. Поэтому педагог, перед которым встает задача сформировать новые привычки, новые образы поведения, берет за основу положительное подкрепление. Для разработки системы формирования образов поведения, с которыми он хотел бы чаще встречаться. Эта задача выполнима при создании ему ближайших условий. Подкрепление должно быть индивидуально значимым. Подкрепление должно применяться систематически и немедленно вслед за желательным поведением. Связь между желательным поведением и используемым при этом подкреплением должна быть достаточно четко. Для закрепления желательных образов поведения используется метод жетонного стимулирования. Жетоны это вещественные, условные и подкрепляющие стимулировки. Могут быть очки, значки, фишки, которые могут быть обменены на подкрепляющие стимулировки. В нашей системе это результат оценки деятельности воспитанника за каждый день в виде кружков зеленого, желтого и красного цвета, которые ранжируются по трех уровней шкале. Положительная и наивысшая оценка это зеленый кружок, средняя желтого и отрицательный красного цвета. Получение большого количества зеленых дней приводит к получению каких-либо львов. Предоставление отпуска, участие в федеральных, региональных, городских, общеучилищных мероприятиях, походах или олимпиадах. Эти ориентированы на заложенных шкале критериях положения о системе светофора. Получение большого количества красных дней решает воспитанник участия в развлекательных мероприятиях, возможности выезда культурно-досугу, педагоги, походы и т.д. Оценивая деятельность воспитанника в соответствии с критериями, педагоги должны учитывать результативность всех видов деятельности обучаемых и качество их выполнения. В сопровождении системы светофора входит положение об оценке ежедневной деятельности воспитанника, сводный рапорт наблюдений, табель системы и ежемесячный приказ по училищу. Технологии ведения системы светофора заключаются в том, что в ежедневном сводном рапорте отражается любая деятельность каждого воспитанника, которая осуществляется и в течение суток. Знакомство с рапортом начинается у директора, все знают содержание рапорта, и каждый согласен со своим функциональным обязанностям работает с воспитанниками, которые получили красный день по программе светофора. Это педагоги первичного коллектива, воспитатель, психолог, мастер производственного учения, социальный педагог, либо классный руководитель. Записи в сводном рапорте озвучиваются на линейке в конце каждого вида деятельности. По итогам дня заполняется табель, согласно положению, с которым воспитанникам знакомится ежедневно. Таким образом, воспитанники, получая объективную информацию о результатах своих деятельностей, могут самостоятельно принимать решения по коррекции своего поведения. Прибывая в училище, подросток попадает в коллектив, в группу воспитанников и сопровождающих к нему педагогов, в систему сложных межличностных отношений. В этом контексте светофор дает возможность видеть результаты не только индивидуальной оценки деятельности, но и группы в целом. Правильная оценка, в свою очередь, служит важным стимулом для формирования и развития познавательных интересов, положительных качеств личностей. И наоборот, ошибка в оценке вызывает обычно серьезные рекоснаждения в обучении, воспитаннике и развитии учащихся. Отрицательно влияет на результативность традиционно-образовательного процесса. По результатам мониторинга, в конце каждого месяца в училище создается приказ, которым воспитанники в индивидуальном порядке награждаются людьми из видами поощрения предусмотренных уставом училища. А группа, занявшая первое место по системе светофор поощряется, выездом в культурно-досудовый центр к участию в походах и людьми. Работа по системе светофор училища ведется с 2012 года. Единые педагогические деятельности воспитанникам с единым мониторингом с акцентированным психолого-педагогической деятельностью привели к положительным результатам. Мы справились с летными привычками, свели к минимуму факты самовольных уходов, повысилось процентное отношение приезжания в школе, учебно-производственных мастерских. Воспитанники заинтересованы в сдаче экзаменов, в получении профессии. В межмельчатых отношениях также отмечаются конструктивные изменения. Отсутствуют насилия, уличная субкультура, неуставные взаимоотношения. В училищах появилась добрая традиция связанная с системой светофора, это передача символического светофора от ускольков с основами на пусте тем ребятам, которые продолжают обучение училища. Спасибо вам. Спасибо большое. Я написал, что светофора и программируют, что он нашел до рождения, свои делающие учреждения. Сейчас очень интересно, конечно, что происходит, сколько светофора работают на них. Аслан Труклеев, директор Мальтовского специально-профессионального училища как этого типа. Создание условий для реализации адаптированных образовательных программ условий специальных учреждений. Уважаемые коллеги, обучение воспитанников в наших учреждениях по адаптированным образовательным программам. Над этой проблемой учреждения наши начали работать еще начиная с 2020 года, когда мы получили деценцию на право ведения образовательной деятельности. И за эти годы нам не накоплен определенный опыт работы. В наших учреждениях закрытого типа поступающие дети, совершившие общественно-опасные деяния, невероятные. Это контингент определенных статистическими отклонениями, которыми требуется особый педагогический подход, создание определенных условий для обучения их проживания, чтобы мы могли достичь максимального результата. В настоящее время у нас в училище из 136 воспитанников, как и не данного вида, составляет 38 человек. Это почти 28%. С 2011 года мы видим, что с психическими заболеваниями поступающих на воспитанники оно увеличивается. Поэтому для того, чтобы было у нас условие для их обучения, начиная с общего образования, нами были созданы определенные оборудованные классы наши учебные по проведению образовательной подготовки по предметам. Разработана училищная программа «Дети разные важны», которая является комплексной программой, оккуматывает свидетельность нашего учреждения по работе по данному направлению. Впервые с учетом на течение четырех лет мы проводимся на нашей базе федеральную олимпиаду по общеобразовательным предметам. Мы включили, именно привлекли и воспитанников наших, которые обучаются по датированным программам. В первую очередь мы его провели, дети разные важны, мы его так обозвали. Из 20 учреждений 9 училищ привезли этих воспитанников. Вы знаете, результаты очень хорошие и мы приятно были удивлены тем, что те результаты, которые показали, и как они выступили. Вот перед вами учебные классы, которые оборудованы нами современной компьютерной техникой. Значит, в каждом кабинете компьютерной полноса техники, вы видите их на экране, это учащиеся, которые обучаются по адаптивным программам, да, на листах фотографии, документе, в виде, весь необходимый для этого учебники и иные пособия, все у нас имеются в наличии. По профессионалам дома обучения, именно специально для этих детей, нам было построено новое учебное производство на мастерске, 324 квадратных метра общей площадью, они у нас обучаются по профессиям водного овоща, садовод и столяр. Вы видите мои дети, они на учебном хозяйстве. Значит, помимо выращивания наших овощей, которые идут на усиление питания воспитанников, в этом году мы разбили плотовый сад на 200 саженцев, именно эти дети работают сейчас на сегодняшний день там. Почти 2,5 гектара. Вот они, вот ухаживаемые, это наше китличное хозяйство, которое с этого года будет работать углогологично, дети получат будут свежие овощи. Дальше, вот результаты их работы, этих детей. Так, столяр, это современное учебное производство на мастерской, где работают у нас опытные наши мастера производственного обучения, преподаватели и результаты видим. Теперь воспитательная работа, она у нас тесно интегрирована с дополнительным образованием. Для этих контингентов, для 8-го миновида, это направление является особо таким, потому что у них не обнять это старательности в любом направлении. Поэтому результаты имеем колоссальные. Это дети каникулерам на период выходных дней. Сейчас они у меня готовятся по селу Джубга, будут выезжать с 6-го числа на море на неделю. Это посвящение и поездки в горы и все. Дальше, покажу по-разному. Так, значит, они у нас, вот они перед вами, занятия идут дальше, значит, дальше. Показываем, вот выезды в горы, эти дети, это каток в городе Краснодаре, это ежегодно мы туда выходим, пельгом, мои дети там играют. Покажу, пожалуйста, дальше. Это мероприятие проводят воспитатели с ними. Дальше, значит, вот эта зона, посмотрите, зона отдыха, объема для этих детей. Это для малышей до 14 лет. И именно психологи, когда и погода позволяет, в одно и другое время, психологи, соцпедагоги с этим контингентом на свежем воздухе, вот на этой открытой спортивной площадке проводят свои занятия. Теперь спорт по медицинскому показанию, если нет противоположностей, конечно, эти детей мы максимально привлекаем в занятия спорта. Попрошу посмотреть вот эту фотографию, это снято в городе Сучи. Мы в конце мая, где моя команда, основной костяк, составляет воспитанника восьмого вида, стали третьими во всероссийском турнире. Будущее зависит от тебя. Буквально вчера перед отъездом с Российского футболного союза пришел вызов посетить матч Барселона-Северия в Тюбилиси на Суперкубок Европы, но, к сожалению, ФМС нас не выпустит. От России именно выбрали нашу команду. С Европой 64 детских команд, под эгидой РПС живет футболом «Дети мира». «Дети мира» называется. И, к сожалению, сейчас приеду, буду отвечать, потому что сразу нужен ФМС, имейте с Российской футболом. С Грузией у нас договора нет. Если бы это Беларуси или что-то, с удовольствием мы поехали. Вот результат. Вот именно церемония награждения. А именно Сергей Кашкаха, вот он получил символическую золотую бутсу, был лучшим абраздером. Там, помимо российских команд, принимало участие все прибалтийские страны, Таджикистан, Абхазия, Южная Осетия и впервые Китайская Народная Республика. И почему-то эта делеграция в такой же интернат, вот там тысячи детей, пожелала, чтобы мы тоже приехали к ним. Ну, честно, я вам объясню. Теперь медицинская реабилитация, покажу пару кадров, это не менее основное, может, даже из направлений, потому что без метакометозного лечения целенаправленного ежесуточного контроля медиков за данным контингентом в результатах практически не будет. Эта работа у нас отлажена. Штатного работника в этом направлении у нас опытных врачей работает 4. Мы работаем в тесном контакте с Федеральной экспертной комиссией в городе Майкопе, где мы устанавливаем нашим детям инвалидность, начисляем пенсию и согласие родителей, законных представителей через пенсионную фонд России. В этом упорно работает наша социальная служба, дальше, с родителями, с этими контингентами, дальше, дальше, дальше. Ну, торжевая работа с детьми, дальше. Вот психологи работают с ними, отдельное занятие проводят, ежедневно практически. Дальше. Вот просто молча посмотрю. Так. Это мой дедогой, который работает с этими коррекционными классами и группами. Здесь, минутку внимания, мы в тесном контакте по обеспечению кадров работаем с нашим институтом повышения квалификации в городе Майкопе и Кубанским гос. университетом. Там есть кафедра, именно по нашему направлению, с ними мы заключим наш договор. Мы проводили уже два межрегиональных совещания. Последнее межрегиональное совещание, в котором принимали 28 представителей образовательных учреждений коррекционных Республики Англии, Краснодарского края, Ростовской области и Ставропольского края. Вот вам грудежки. Ну, эффективность реализации это все вы видите. Дальше по листам покажу. Так, участие во всех наших конкурсах, олимпиадах. В Майкопе у нас расположен Центр дополнительного образования детей Республики Адыгея. Ни одно первое мероприятие не проводится без участия наших детей. По связи с родителями законопредставителями Майкопское сеживо впереди всех идет хотя бы на полшага. На месте создан в социальных сетях форум Майкопского спецгул, где на сегодняшний день 160 участников моментально родители, любой родитель, бабушка, дедушка напрямую может выйти в течение до дня на разе получит на любые интересующие вопросы. Также общение с нашими выпускниками. всем спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое. Валерова Джина Путенова, Центр исследований проблем противоположных и наркоманий. Механизм апробации Валерова Джина Путенова, Валерова Джина Путенова, и сейчас непосредственно в Ярославской области, в городе Ярославль, на базе молодежного центра я со своими коллегами реализую проект с детьми, которые состоят на различных видах учета и в том числе условно созданы. Это те те, которые тяжело собрать, поэтому я немножко изменила, корректировала название своей выступления. Механизм апробации внедрения новых технологий, включая в себя, конечно, установление контакта и рабочего сотрудничества с несовершеннолетним и в их социальном окружении. Вы, может, по-разному работаете. Входят работы с вашими отчетами и отчетами других специалистов. Я позволила себе обобщить те технологии, которые применяются в регионах и, в общем-то, их смоделировать и представить в виде разных моделей. Сегодня прозвучали эти модели, да, частности, да, и форминационная работа. Сегодня много говорилось о социальных практиках, сегодня говорилось и о трудовом воспитании. И сегодня не затронуты были проблемы развития культуры. К сожалению, мы знаем, что проблема есть. И проблемы частично были затронуты организации адаптации, спортивной досуговой активности и различные пункты. Дальше. И вот я бы хотела сказать, что, безусловно, вот анализируя статистику, можно сделать определенные положительные выводы о том, что в нашей стране приступность снижается, в некоторых регионах можно говорить о положительной динамике снижения, можно так в этих регионах раскапываться и сказать, ну, все хорошо. Но я бы хотела напомнить вам слова Юлиса Кэрролла, которая говорит, что нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте. А чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее. И это касается, конечно, и нас с вами, как педагогов, реализующих различные методы и технологии. Это и касается наших детей, которых мы, собственно, выпускаем в социум, которые дальше взрослеют. Эти наши взрослеющие дети, которые должны очень быстро адаптироваться и которые, в общем-то, должны все время менять паттерны своего поведения. То есть они должны, усваивая образцы поведения, создавать новые, потому что меняется социальная среда. Следующее. Вот я только перечислила некоторые такие параметры, которые очень важны для того, чтобы можно поговорить об эффективности профилактической работы. Это и последовательность, и комплектность, и соблюдение компетенции дальше. И это и адекватность. Очень часто мы встречаемся с тем, что предлагаем ребенку методы технологии, которые неадекватны его ситуации развития, и возрастным его особенностям, и личностным особенностям. то, о чем сегодня Ольга Анатольевна говорила, возрастные личности. И я ее обозначила. Но самое главное, что я хотела бы сказать, что применяемые технологии, они должны учитывать особенности проявления модели противоправного поведения совершеннолетнего и социально-культурного условия, при которых эта модель сформировалась. Мы, конечно, собираем анамнез о подростке, его семье, в ближайшем окружении, и это, безусловно, должно влиять на нашу традиционную работу. Это уровень общей осведомленности подростка о последствиях девиации, и степень выраженности аномальной личностных проявлений. И вот тоже я бы опять хотела бы привести цитату из известной сказки о том, что вы не подскажете, по какой дороге мне идти, спросила Алиса, когда. Это зависит от того, куда ты хочешь попасть, ответил кот. Куда-нибудь, сказала Алиса. И вот мы, работая с подростком, всегда должны создавать ситуацию, ну, должны, всегда, не всегда, но должны создавать ситуацию, при которой ребенок сам делал выбор, куда он пойдет. Единственное, что мы можем ему показать, что можно куда-то прийти, да, и дохождение может, к сожалению, привести ситуацию конфликта, которая, к сожалению, может привести к тюремному заключению. Третье. И вот плохо, если они в свой сейф это складывают, и не делают нам этих выкладок, а с кем, как, собственно, нужно работать. Это у нас аналитическая деятельность, и многие из вас, я уверена, составляют индивидуальные карты, да, и создают целевые группы, они все подадут ребенку, и, собственно, операционная деятельность. Дальше. Пожалуйста. И вот, следуя вот этим этапам, мы, в общем-то, и организовали такой ресурсный центр, в котором мы, в общем-то, собираем детей, которые, как я уже сказала, состоят на различных видах учета. Для того, чтобы привлечь этих детей, нам недостаточно сказать, что собираемся в 3 часа в аптаминзад, да, они все свободные, хоть они отчитываются в инспекциях уголовных, там, в отделах, но они все равно свободные, и пригласить их очень трудно, поэтому мы используем и социальные сети, и объявления, листовки, и так далее. И, безусловно, каждый профессионал, кажется, специалист, уделяет внимание большое это способу мотивации, это очень важно, на это нужно тоже тратить время, потому что, мы знаем, что без мотивации ребенок социальной мотивации не будет осознанно включаться в взрыводействие. И, если вы хотите познакомиться с программой, которую я разрабатывала, это комплексная программа «Горизонты», программа включает разные виды арендованных досугов с подростком, это и работа тренинговой группы, это и различные ролевые игры, для вас такие интересные игры, подростки очень хорошо подключаются, и фрироуп, и так далее, конкурсы, все это вы проводите, о чем сегодня, собственно, и рассказали. Ну, вот, недавно мы были на Медвежьей горе, это фестиваль Горославль, здесь вот, вы видите, что подростки сами готовили свою атрибутику, и принимали участие в этих ролевых играх. И, вот, вы видите, зорница, это тоже, такое массовое мероприятие «Понравилось ли тебе уровень». Высокий уровень, средний, и так далее, можно дальше с удовлетворениями. Но, бывает, такая ситуация, когда наши ребята принимают участие, вроде бы задором отвечают, да, понравилось, но их внутренние потребности не были реализованы, это называется интроект. То есть, в общем-то, на нас, мы, на подростков, навешиваем свои собственные желания о проведении того или иного мероприятия, а оно, к сожалению, не стало событием для него. Вот, и поэтому, если мне Павел Викторович все-таки разрешил показать небольшой фильм, три-три минуты, то я попросила Валюту отдохнуть. И как мы разрешим появление решения? Три минуты разрешим понять. Тебя попросили. Вот, вот так. Тоже так. Чуть потише делать, я боюсь, не задумываю. Всех запушить будет. Это комплексная социальная проблема. Дети, оказавшиеся по тем или иным причинам на улице, не забота влияния семьи, нуждаются в разнообразной помощи. Данные специальных исследований и практика работы социальных служб для таких детей показывают, что около 30% нуждаются в помощи психолога, около 50% нуждаются в услугах врача, причем различных конкретных специальностей. 70% необходима активная помощь и сотрудничество со стороны родителей. Ну и практически 80% нужна широкая многоаспектная помощь социальных служб. Именно поэтому мы сегодня находимся в центре молодость, который занимается именно такими детьми, и конкретно клуб в теме. Уже на протяжении нескольких месяцев мы реализуем совместно с малышечными партнерами проект по организации ресурсного центра в теме. Конечно, очень много трудных подростков, назовем их так, посещает центр. Мы для них проводим мероприятия, причем дети — это разные трудные жизненные ситуации, и те, которые состоят на различных видах учета, и те, у которых уже есть условный срок, и те, которые, скажем так, группе риска держатся на контроле педагогов и воспитателей. Я в недавнем будущем сотрудница управления уголовной исполнительной системы в Ярославской области. Часто по родной деятельности я выезжала в воспитательные колонии уголовной исполнительной системы, часто видела подростков, которые в силу жизненных обстоятельств попали за решетку. Мы затеяли вот этот грант по работе с подростками, оказавшимися в сложных жизненных ситуациях. Чем мы здесь занимаемся? Да, по большому счету, мы оказываем любую психологическую, социальную и прочую помощь подросткам в пределах данного клуба «Молодость» и за его пределами. Мы постоянно вязываемся в какие-то интересные мероприятия, учимся сами постоянно, для того, чтобы подросткам было с нами интересно. Если будет подросткам с нами интересно, значит, у нас есть очень большая вероятность, что мы их чем-то увлечем, а значит, кто-то не увлечет их чем-то плохим. Ну, вот сейчас, скажем так, модно, да, вот такое модное течение со всеми дамами. У нас были соревнования по филопу. Это такая двигательная активность. Детям очень нравится, почему? Потому что это снимает лишнее напряжение. Они работают в команде, то есть контактные такие навыки у них прорабатываются. Ну и плюс это спорт. То есть соревнования всегда интересные. Буквально в пятницу у нас тоже было несколько команд, которые не только в команде, даже лично в засчете активно принимают участие. Откуда такое слово было? На самом деле мы работаем с молодежью. Мы знаем много разных модных слов, в том числе и воркаут. И так далее. Ну и мы прошли обучение. Центр молодости прошел обучение специально в Федерации Филопа, которые нас научили, как грамотно организовать данное соревнование. То есть мы получили лицензию, тренеры наши. И теперь мы внедряем в Ярославской области. И буквально вчера выиграли еще Оренгрант по именно по развитию данного направления на территории всего региона. На самом деле еще одно, такое трудное, скажем, направление с теми детьми работы. Это у нас есть два лагеря. Один лагерь трудовой. Здесь он идет в июле и в июле месяце. В этом году будет более высоко подростков из различных районов города. И второй лагерь – это лагерь викинги. Это лагерь для детей, у которых уже есть употребление всяких разных психоактивных веществ. Конечно, здесь работа более глубокая, потому что смена более 20 дней. И с подростками работают не только педагоги, но еще психологи, наркологи и так далее. На самом деле, вообще работать с этой сборой подростков – это непросто. И ресурсный центр в теме берет каких подростков? Они берут подростков не простых, а действительно как подростков, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации. Что это за подростки? То есть это подростки, которые состоят на различных учетах. В комнатах без лагерь совершеннолетних, комиссиях, уголовные исполнительные инспекции – это, собственно, дети, которые, условно, уже осуждены. Дети, которые попали в следственные изоляторы и в охоте подозреваемых, которые осуждены. То есть именно с этими детьми ресурсный центр в теме каким-то образом они сотрудничают. Для этого, конечно, привлекаются административные ресурсы, например, молодежные и добровольцы совершенно дорогие. Молодость – это тоже, в общем-то, административный ресурс ваш, который мы привлекаем для сбора этих детей. Уголовно-исполнительные инспекции – дети с таблицом отчетом. Когда мы обращаемся, мы – то есть это тоже некий административный ресурс для того, чтобы от этих подростков ну, каким-то образом добраться. это не значит, что государственные организации, которые должны заниматься этими детьми, плохо работают. Это не так. Действительно, наверное, с такими детьми, работают можно с разной стороны, по-разному. И мы-то как раз предлагаем иную работу, иной стиль работы с этой категорией подростков. Например, есть несколько человек, которые приходили к нам где-то год назад. С ними было довольно тяжело общаться. Это дети, которые пришли, могут засесть в углу и сидеть, и ни с кем больше не разговаривать. Сейчас же это довольно активные ребята, которые и помогают в чем-то, и сами предлагают свою инспективу. Ну, скажем так. Так, коллеги, у нас еще одно выступление есть. Цилинский здесь? Заявлено, но нет. Заявлено, но нет. Значит, коллеги, мы с вами переходим в режим обсуждения того, что услышали. Сегодня очень много полезной и интересной информации, которая была донесена. Я так понимаю, что пищи для обсуждения сейчас набралось достаточно много. Последовательность может быть любая. Каждый может выставить какое-то свое предложение по поводу того, что увидели, услышали, в порядке дополнения, в порядке рекомендации. И, конечно же, не забываем с вами про проект резолюции, который по секции, я подчеркиваю, резолюция именно по секции секционная. Обсуждаем сразу же в контексте доработки этой резолюции, ее дополнения, какими-то концептуальными вещами. Потому что я в сегодняшних выступлениях увидел много интересного, чего, например, не хватает в предварительно подготовленной этой резолюции. Поэтому последовательность совершенно любая. Ну, давайте напомним, мы с вами вначале говорили про концепты, тема профилактики нам рассказывали. Документ концептуальный, идеологический документ. Документ, который включает в том числе в себя и фундаментальнейший ключевой, на мой взгляд, ключевой раздел, посвященный технологиям профилактики, правонарушения, как основополагающим, наверное, инструментом, который должен повысить качество всей профилактической работы. И потом, впоследствии, руководители образовательных организаций представляли свой опыт, именно связанный с теми или иными технологиями, с различными технологиями. Я подчеркиваю, спектр технологий очень интересный и, как мне представляется, очень перспективный с точки зрения его продвижения, его внедрения в других учреждениях. Ну, так, напомню, я немножко напомню. Ты от вас. А вы пока что еще начинка будете, да? Ну, давайте мы вот Анжелике Гургеновне дадим слово, а то у нее фильм так оборвался случайно. Я думаю, что она сможет сейчас подсказать позиции какие-то, определенные позиции. В первую очередь, конечно, речь идет о технологиях и о технологизации того, что мы вот увидели, сейчас услышим. Как вообще, я думаю, сейчас подниму, по поводу концепции, здесь тем, как и вас. Я ее подробно изучала и сама не подготовила, но вот тоже обманательной, мы так, вот работаем на монополитерии, сама концепция, она очень такая, хотя, немного страниц, но очень такая содержательная, и вот, мне кажется, здесь ничего не надо добавлять, а больше подлежать. По поводу нормативно-правовой базы, может быть, только есть такие, можно что-то добавить, но я, честно говоря, не знаю. А по поводу технологий, я уже говорила о том, что прошел, наверное, период у нас апробации технологий, а должен уже наступить период и все-таки уже обобщение и внедрение, повсеместного внедрения, да, потому что уже хватит времени тратить на то, чтобы апробировать, потому что, вы знаете, что идет ее поднятие, мы что-то изменяем, изменяем, нужен процесс стабилизации, да, в этом процессе стабилизации и нужно как раз добиваться качественной реализации технологий. Вот что лучше? Качественной или количественной? Как вы думаете? Как вы думаете? Да, то что касается концепции, еще хочу представить вам еще раз Оргу Афанасьевну Идабареву, вы уже слышали ее выступление, она как раз была разработчиком методологии концепции, с учетом как раз усиления ранней профилактики, но это специалист, но это специалист, который вот сейчас, хочу представить ее дополнительно нашим уважаемым коллегам и специальным учебно-оспитателям учреждения, это специалист, который является руководителем научно-исследовательской работы по как раз деятельности нашего учреждения в Центре исследования проблем воспитания. Вот, поэтому я думаю, что мы с ней будем работать в тесном сотрудничестве с точки зрения проведения различных исследований. И вот те анкеты, которые проводились в этом году в Костроме, в Санкт-Петербурге и в Себеже, как раз Ольга Афанасьевна работает с ними, как только будут готовы результаты, мы обязательно с вами обсудим эти результаты. Да, вот, все же, с электоральным смотрим, вот, в результате, с этой целью учебки и литерального расположения учреждений при направлении детей подростков для поведения в организации наиболее близких мест вложительстве. Никакого случая. Никакого случая. Поверьте, я, собственно, с 2009 года связывал с Раковским училищем. Опыты, понимаете, да? И, начиная главным преподавателем пришел туда, прошел по школу слуги тысячи. Никакого случая. Тут много нюансов. Ну, давайте возьмем Северокавказский федеральный округ, Южный федеральный округ. Разберите, да? Три заведения. Где в одном 20 человек никак не справиться с ними. В другом, в Астраханском, 30 человек, в Черпане в Черпакар-демень, и складывается в Черпакар-демень, и в Черпакар-демень, Адыгея, Суббек-младники. Почему я буду терять связи Хабаровский край, Приморский край. Мы родные уже с ними. Вы понимаете? Даже если работать с Финпа, а сам только видишь, мы везем такого-то пацана, и мы идем и видим, он такой, он такой. И мы готовы уже к этому. Вы понимаете? Вот этого делать, и пользу ничего нельзя. А можно вопрос тогда встречный? Вот то, что касается развития сетирегиональных учреждений. Это актуально? Да, я понимаю. Следующий пункт стоит. Это актуальный вопрос? Это актуальный вопрос. Это актуальный вопрос. То есть, вообще, считаете, что региональные учреждения, они как бы... На самом деле, здесь стоит вопрос об использовании ресурсов социальной среды. Мы сегодня видели, что в учреждениях наших федеральных, а сегодня здесь присутствуют руководители федеральных учреждений, учитывается этот фактор, что регионок, территория, куда ребенок возвращается, находится далеко. И при профориентационной работе, и при организации... Вот секундочку я вас перебью. Буквально, на днях, в авторник, центры занятости муниципального образования. У меня выпуст до 1 сентября. Почему не направлять детей, я не пойму. Я понимаю, что это 26 человек, но я выпускаю 26. Они выпустили там, у них свой сайт. В Хабаровском крае, город какой-то, там муниципальное образование, Казаярского края, в Багадане. Какие вакансии? Они знают, почему прописки лежат там. В актовом зале их собрали. Ваня, имею ввиду, даже предприятия расположены по такому адресу, по такому. У них связи все это есть. А что так, девушка, мы же говорим с вами об одном и том же. Я и хотела сказать о том, что мы сегодня в выступлениях видели, что, как выясняется и как подчеркивается, наши федеральные учреждения используют ресурсы современных технологий для организации профаментационной работы и связи с социальной средой регионов, несмотря на то, что они расположены далеко. Я и хотела об этом сказать. Да, да, да. Я и хотела сказать именно то, что, как вы видели из выступлений, именно современные технологии дают нам возможность организовывать эту профориентационную работу. То есть, когда вы приезжали во время последних автологии такая, выездов в наше учреждение, мы видели, что эта тема, она как раз востребована. И проведение интерактивных ПМПК. И вот еще одно учреждение. Мы сегодня слышали одно выступление по социальному партнерству. Например, в Семеже сейчас тоже как раз вот в этом смысле ведется работа по установлению вот этого социального партнерства и далекими регионами. Мы услышали и мы поняли, что это пункт, который… В то же время я хочу заметить, вот этот же пункт, вот это предложение, связанное с территориальностью какой-то примерной территориальной закомплектования, это вопрос, который обсуждается во многие годы, и последний раз он обсуждался 31 марта этого года в рамках заседания правительственной комиссии, перед вами совершенно лень и защите их прав, когда встал вопрос о возможных мерах предупреждения и профилактики самовольных уходов. И позиция МВД России, она именно такая, что рассмотрите, подумайте, почему ребенок из Хабаровского края выезжает там, не знаю, по другую сторону Российской Федерации. Для того, чтобы не совершать каких-то опрометчивых поступков, мы здесь и собрались для того, чтобы услышать вашу позицию. Ведь вы непосредственно с этими детьми сталкиваетесь. Вы сталкиваетесь непосредственно с работой с ними. Поэтому эта позиция уважаемая, о том, что ни в коем случае не может быть такого территориального принятия по конкретствам. Ролик, вы работаете с детьми. Мы можем принимать решения, как есть. Но впоследствии этих решений, они непосредственно укладываются на ваши клиши. Мы поэтому здесь и собираемся, и обсуждаем, выносим на обсуждение один вопрос, второй вопрос, третий вопрос, и будем дальше продолжать действовать именно в такой же, в каком же Алтаре? Конечно. Я к этому же вопросу. Значит, у нас с вами 80 с лишним лет работали эти учреждения в разном статусе. И колоний, и коммун. Слава Богу, больше 80 лет опыта нам оставили предшественники. Поэтому, исходя из этого опыта, у вас есть очень хороший объект в системе МВД. Я знаю, почему я с вами борюсь. Довести от меня на Казани, 23 километра ребёнка издать, это одни расходы МВД. А отвести на Дальний Восток, это другой резерв МВД. Поэтому я не считаю за всех детей, по 10 миллионов в год они нам не экономят. Если ко мне скинуть, они куда-то везут. Поэтому на эти 10 миллионов я скажу, прошу потом учреждите, тогда для учреждения, раз сэкономили. Но, вы знаете, наши коллеги-петшественники, я очень трепетно опыту предшественников отношусь, всегда держали от 20 до 25% местного населения, с учётом того, что у нас в анамнезе есть несколько массовых беспорядков и всяких не очень красивых вещей именно территориального характера. То есть мы собираем одно учреждение в одной преступной среде, с одним криминальным социумом, большого количества детей и имеем то, что имеем. Это уже все проходили. Поэтому МВД надо очень корректно ответить по поводу того, что мы ориентируемся не на финансовую составляющую, закратную в этом вопросе, а на благополучие в том учреждении, в котором эти дети служены. Поэтому я поддерживаю коллегу только варьирование. Если мы напишем что-то, то... И ещё, пожалуйста, грубо говоря, сказал он так, там где не зудит, да? Давайте не будем трогать, да? Потому что так перевожу. Как только в любом документе возникает слово «муниципальный уровень», «территориальный», у всех начинается главная боль. В основном вот это она, и в основном вот это свыше. Как весна, так обострение. Не передать ли нам эти учреждения? Они так хорошо с муниципалитетами работают. Вот так работают. Давайте мы их на муниципальный уровень передадим. Поэтому, пожалуйста, если можно не употреблять слово «муниципальный» и «территориальный», мы в УМЕДО все партнёрские отношения держим, мы их поддерживаем. Ну, если не хочется, давайте мы выписать. Да, ну, вообще. Ну, это ж весна. После зимы. И сразу же начинается, да? Да, да. Да, конечно. Я тоже в этом контексте хочу сказать, и здесь нет однозначной позиции, и тоже так категорически. Только мы в стране, только разные регионы. Все-таки есть моменты, я абсолютно согласен с коллегами, учитывается региональный признак, должен быть. Давайте мы посмотрим, что здесь и ребёнка на эту ситуацию. Мы же с вами, в том числе, есть специалисты, где ему лучше, с одной стороны. Конечно, ближе к дому. Я не поддерживаю полностью эту позицию. Второе. Как лучше проводить социальную адаптацию, когда он в Хабаровске, и когда он в Петербурге? Это второе. Третье. Каникулы. У кого они есть, они не усердят. Это тоже надо учитывать. Это их право, оно дано законом. Я хочу, чтобы мы, наверное, это лишнее в муниципальной, так вот эта фраза лишняя. Но всё-таки, я думаю, что применительно каждому учреждению не так сложно в министерстве учитывать особенности. Ослан Туркубевич работает с Хабаровском. Замечательно. Держит Петровна, работает. Прекрасно. Александр Сахарович больше может любить тульских, как бы учитывать вот эти вещи, а не делать категорично. Либо мы их берём, муниципальным, либо мы полностью от этого обрекаем. Да. Какая-то золотая середина, она и удастся в компетенции министерства образования, которое будет уже исходя из самого учреждения и из интересов, в том числе, ребёнка, смотреть на ситуацию более, наверное, справедливо. Спасибо, Владимир Владимирович. Спасибо, Владимир Владимирович. Да. Ещё один из училища, Светлова Александр Сахарович. Её, во-первых, конечно, Владимир Владимирович что-то особо поддерживает в этом вопросе. Я согласен с составом Владимир Владимировича, Владимировича Петрова, нюансы всегда везде есть, это всё прекрасно. Я понимаю, но с точки зрения ребёнка, разумеется, он должен находиться при этом. Владимир Владимирович, нам задать ещё, работа с родителями. Мы у себя работаем, работаем с родителями. Мы собираем, собираем. И они приезжают, до 40 человек, с родителями приезжают. И это нам позволяет каким-то образом, если думать не о сегодняшнем Владимир Владимировичу, он не сбежал, что он ещё о чём идёт, а именно его адаптации, реабилитации. С этой позиции, конечно, когда дети ближе, это гораздо лучше. Действительно, главное, более-больше. И ещё два момента, я хочу сказать, что это не надо. В концепции указано, то, что обладает внимание на своевременность. Так, подчеркнуть своевременность, по-совершенности, неамативно. Она не своевременность, мы отаздываем. Мы отаздываем. Может быть и актуальность, но не своевременность. Мы отаздываем уже давно и далеко. Ну ещё хотел бы предложение внести. Я неоднократно обращался, и я так его говорю. Очень большая проблема, когда к нам попадают постепенность. Мы очень-очень неуправляем. Они такие бывают. Особенно, переведённые в других учреждениях, когда какие-то беспорядки. изолятор. Да. Я что хочу здесь предложить. В статье 4 Уголовного Кодекса предусмотрено для систематического невыполнения обязанностей совершенные эти нарушения применять, ну как бы менять условия и направить их туда. Но дело в том, что в статье 5, ну статье 427, а он сам будет сказано, что мы это можем применить, но только постановление суда. А к нам по постановлению суда приходят дети, дочерицы, а большие по приговору. Мы лично споткнулись, что когда документальфик писал, он видимо даже может быть чуть-чуть не догадывался, что постановление нам не все приходят по постановлению. Должно было еще и по приговору. Нам его суд отклонен. И в Верховном суде этого разъяснения, если бы была фраза не только по постановлению суда мы прибыли по приговору, мы тогда таких детей могли бы привыкать полную позицию. Не с того, что переводить друг друга. можно прошу прощения, в том, я не знаю, что не знаю, что мы можем более детально поговорить об этих вопросах. и, мы не разъяснили подходы 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 видение разное то есть в изоляции мы говорим о том, что очень важно сформулировать точно это чтобы не попасть в просад, как говорится да? Коллеги, по резолюции дополняем кроме вот этих корректировки связанных с учетом территориальности все остальное да конечно мы я не до конца прочитал вы говорили именно о о положении о 420 постановлении об этом будет резолюции здесь резолюции есть самой резолюции есть на том, чтобы при формировании нового изменять дополнение в 120 закон учесть типовое положение так что есть в самой резолюции коллеги проект резолюции принимается с учетом вот этих вот дополнений которые были сделаны касательно комплектования сумм вопросы еще какие-то предложения в левую правую 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 значит завтра мы с руководителями встречаемся обсуждаем нашу с вами Гашу встречаемся здесь с вами в ГТУ но в зале в котором будет сегодня проходить вторая итоговая часть всего этого мероприятия про это вам сейчас все расскажут организаторы где покушать где финальная часть и так далее и тому подобное коллеги вам спасибо огромное за ту работу которую вы сегодня здесь провели проделали отдельно конечно же спасибо и славу благодарности выступающим это всегда не просто подготовиться к выступлению особенно по профилам поэтому все большие молодцы у всех получились очень хорошие очень яркие выступления очень информативные выступления хотелось бы наверное вот эти все презентации которые сегодня были в качестве справочного методического любого материала разослать во все специальные наши учреждения чтобы у всех руководителей были перед глазами те материалы которые здесь сегодня обсуждать и собрать эти все материалы которые были и дальше потом направить чтобы мы могли им пользоваться и мы очень надеемся что наши выступления заинтересовали сегодня наши коллеги замечательные здесь это редактор журнала воспитания школьников мы с ней очень тесно работаем это тоже один из журналов который дает очень интересные качества материала я думаю что мы об этом еще с вами завтра поговорим все всем спасибо большое за работу объявление организаторов еще извините добрый день дамы и господа при выходе когда вы сейчас будете выходить наши студенты будут вам выдавать потолочки надет желательно все не выбегайте сразу кто плохо знает вы можете потеряться мы когда надет вас с удовольствием мы всех проводим по столовой еще очень важное объявление в 13.40 огромная просьба без опозданий потому что вы знаете что приезжаете замминистра и Александров придут в два часа чтобы мы без опозданий начали совещание в 13.40 всем собраться в Красную площадь у нас называется это вот место где памятник Бауму стоит там баннер огромный наш будет там будут студенты которые проводят вас в зал ученого совета если вдруг кто-то знает в 13.40 вы можете быть пройти туда если нет значит на Красной площади будут ребята в нашей группе которые с удовольствием вас проводят пожалуйста огромное путь не опаздывайте в 13.40 в 13.40 да там будут наши ребята а теперь заходите по-другому чтобы не пропустить в 14.40 в 14.40 в 14.40 в 14.40 а теперь мы можем Продолжение следует... Продолжение следует...